В эфире классика футбола. На 7 ТВ лучшие матчи английской премьер-лиги. 17 апреля 1999 года. В матче 33-го тура Саутгемптон на своем стадионе Дельт в присутствии 17 тысяч зрителей принимал Блэкберн Роверс. Главный арбитр матча Грэм Барбер. Чрезвычайно важный матч для обеих команд. Встречались соседи по турнирной таблице. Блэкберн. 18 место. После 32 матчей 31 очко. Саутгемптон. 19-й. 33. Матча 30 очков. Зона вылета. Считайте, что это матч всего сезона. Важнейшая игра и для Саутгемптона, и для Блэкберна. На ваших экранах был главный тренер Блэкберна знаменитый Брайан Кит. Начнем состав именно с его команды. В воротах Джон Филан. 13-й номер. Защитники. Третий. Каллум Дэвидсон. Пятый. Даррен Пикок. Шестой. Стефан Аншо. 34-й. Джейсон Маккейти. Полузащитники. 31-й. Кит Гелеспи. 15-й. Ли Карсли. 19-й. Дамьян Джонсон. 11-й. Джейсон Уилкокс. И в нападении. Восьмой. Кевин Галлакер. 32-й. Эшли Уорд. Саутгемптон. В воротах. Нил Мосс. 13-й. Защита. 23-й. Скотт Хилли. Пятый. Клаус Лундыквам. Второй. Джейсон Дотт. 33-й. Патрик Кулитер. Полузащитники. 15-й. Фрэнсис Бенали. Четвертый. Крис Марсден. Седьмой. Мэттью Летисье. 30-й. Хасан Кашлу. И в нападении. Десятый. Момент. Момент. Какой был у ворот. Саутгемптон. Еще одна подача. Блэкбер атакует всей команды. Атакует просто неистого ворота Саутгемптона. Итак, нападение. Десятый. Эгель Эндестад. Девятый. Марк Хьюз. Главный тренер Саутгемптона. Дэйв Джонс. Передача. Патрика Кулитера на правый фланг. Саутгемптон переходит в атаку. Подача. Удар. И мяч вылетает за пределы поля. Грэм Барбер фиксирует нарушение правил со стороны футболистов Саутгемптона. Сейчас вратарь Благберна, австралиец Джон Филан пробьет в сторону ворот Саутгемптона. Это Кашлу. Хасан Кашлу. Тридцатый номер. Мараканец. Один из центральных полузащитников Саутгемптона. Ну а сейчас удар по воротам Анила Мосса. Именно Нил Мосс, а не Джонс защищал ворота в этом важнейшем матче. Чрезвычайно опасный удар. Теперь футболисты Саутгемптона, хозяева поля, переходят в атаку. Следует пас на правый фланг. И сейчас будут выводить на ударную позицию Хасана Кашлула. Мараканского футболиста. Вот он бьет с левой ноги и в самом нижнем углу. Вратарь Благберна Джон Филан фиксирует мяч. Любопытно, что этот австралиец выступал на Олимпийских играх 92-го года в Барселоне. Но он еще имел и ирландский паспорт и хотел выступать за сборную Ирландии. Но FIFA запретила, так как он был уже заигран за сборную Австралии. Но это атака Благберна и гол. Гол, который забивают футболисты в бело-синей форме. Уорд, 14-я минута, выводит Благберн Ровер вперед. Такой важный, такой нужный гол забивает этот нападающий. 1-0. 14-я минута. Эшли Орд. Вот он, 32-й номер. Сегодня успешный бизнесмен в Благберне отыграл два сезона с 98-го по 2000-й год и завершил свою карьеру в Sheffield United в 2005 году. Воспитанник Манчестер-Сити. 1-0. Благберн вновь идет вперед. Напомню, что Благберн Ровер возглавлял на тот момент Брайан Китт. Он заменил Роя Ходсона, который начинал работать с Благберном в прошлом сезоне. То есть в сезоне 97-98. И благодаря успешной работе Ходсона Благберн Ровер с чудом остался в элите английского футбола. Но, увы, после серии неудач в ноябре 98-го Благберн пригласил Кида. Знаменитый Китт. Удар воротом. Мимо. Прежде всего, он знаменит своей игрой за Манчестер-Юнайтед, в котором выиграл губок европейских чемпионов в 68-м году. Ну и, конечно же, своей работой ассистентом у Сера Алекса. Правда, в 99-м году, когда Манчестер-Юнайтед сделал знаменитый трэбл, Брайан Китт уже не работал. Ассистентом у Алекса Фернисона был Стив Маклара. Ну а сейчас Сауд-Гемптон едва не сравнивает счет с трудом. Это Мэтью Летисье, легенда Сауд-Гемптона. Дэв Джонс был на ваших экранах. Он был крайне справа, тогдашний главный тренер. А это нам еще раз показывает Мэтью Летисье. Великого Мэтью Летисье, на которого буквально молятся в Сауд-Гемптоне. Ну что вы хотите? 16 сезонов с 86-го по 2002-й год. 541 игра, 210 голов. В том числе 48 реализованных пенальти из 49-ти. Это же говорит о многом. Знаменитый Мэтью Летисье. Атакует Сауд-Гемптон, снова атакует Сауд-Гемптон. Передача вперед. На сей раз Летисье не получилось обработать мяч, но с мячом снова святые. Они неистово идут вперед. Подача. Удар. Гол. 1-1. И этот гол забивает Лысый Бекенпауэр. Так называли Марсдона. Криса Марсдона. За его конструктивную игру болельщики Сауд-Гемптона. Но надо ли говорить, почему я Сауд-Гемптон называю святыми. Этот клуб был образован при церкви Святой Марии. Подача. И великолепный удар головой. Недаром сейчас футболист Сауд-Гемптон поцеловал Марсдона в Лысину. Пошел. Бросает мяч. Вперед на своего нападающего Эстенстадор. Подача. И Марсдон, опережая защитника Маккейтера, посылает мяч в ворота. 22-я минута. 1-1. И все начинается сначала. Стадион Дэл. Сейчас Сауд-Гемптон выступает на новой арене. А Дэл был разрушен. Рядом построили стадион Святой Марии, который вместительнее, удобнее для зрителей. Но вот тот старый Дэл. Он был свидетелем многих интереснейших поединков. Это Галлакер. Шотландский нападающий. Блэкберн Роллерс. Удивительная личность. Но об этом чуть позже. Сейчас в атаке гости. Футболисты Блэкберна. Мяч отбивается к центральному кругу и уходит в аут. Из боковой быстро бросают хозяева. Разыгрывают мяч на правом фланге. И пытаются выйти в атаку. Но не тут-то было. Футболисты Блэкберна накрывают своих соперников. И передачи вперед. Вперед на Галлакера. Тот на левом фланге. Входит в штрафную площадь. И мяч уходит на угловой. Угловой у ворот Саут-Гемптона. Барбер показывает. Нужно подавать корнер. И потянулись к воротам Саут-Гемптона. Центральные защитники Блэкберна. Стефан Аншо и Даррен Пикок. Высокие стройные ребята. Барбер успокаивает соперников. Действительно серьезнейшая игра. Решающая в какой-то степени для обоих клубов. Итак, подача. Вы видели Стефана Аншо. Центрального защитника. А рядом, наверняка рядом и Даррен Пикок. Барбер успокоил. Отходит на позицию для обзора. Подача. Удар. Гол. Даррен Пикок. Центральный защитник Блэкберна. Причем не головой, а ногой. Забивает мяч в ворота Саут-Гемптона. Святые дали маху. Посмотрите. Один. И не успевает Клаус Лундеклан. Норвежец. Центральный защитник Саут-Гемптона. Накрыть своего соперника. Даррен Пикок. Он известен прежде всего своей игрой за Микасл Юнайтед. В команде Кевина Кигана. Блистательно он отыграл. Но вот не повезло ему в конце карьеры. Будучи на аренде в Уолвер Гентоне. Он выступал за Блэкберн Робес. И Уолвер Гентоне был на аренде в 2000 году. В матче с Фулхамом столкнулся со своим соперником. Вот сейчас Даррен Пикок спасает свою команду. И получил тяжелейшую травму позвоночника. Ему грозил полный паралич. И в 32 года он завершил свою карьеру. Вот так. Но слава богу, со здоровьем все вроде бы у Даррен Пикока в порядке. Атакует, атакует Саут-Гемптон. Но сейчас Лекарсли бросает мяч в переднюю линию. Нилмоз. Его сложно обвинить. В пропущенных голах. Здесь, конечно же, защитники проспали. Подача. И мяч вылетает за пределы поля. 2-1. Впереди Блэкберн Робес. Эшли Орд. 14 минута. А Марсден. Крис Марсден на 22-й сравнял счет. А на 25-й Даррен Пикок снова. Вот он. Сейчас блистательно играет. Она показывает сейчас его крутым планом. С ленточки выбивая мяч. И рвутся вперед футболисты Блэкберна Эшли Орд. Нужно сделать передачу. Следует пас Кит Гелеспи. На правый фланг на Маккейтера. Снова Кит Гелеспи. Воспитанник Манчестер Юнайтед. Его прекрасно знает Брайан Кит. А Брайан Кит, когда завершил свою карьеру, вернулся в Манчестер Юнайтед. И удар поворотом. И тренировал юношеские и молодежные команды. А затем стал ассистентом главного тренера. Был правой рукой Алекса Фергюсона. Его очень уважали футболисты. Любили. И с большой теплотой о нем вспоминал Андрей Кончельскис в своей автобиографической книге. Да и не только Андрей Кончельскис и другие футболисты Манчестер Юнайтед всегда с симпатией относились и относятся к Брайану Киту. Это его первая работа в роли главного тренера такой серьезной команды. Но забегая вперед скажу, что не повезло ему. В Блэкберне со здоровьем были проблемы и не сумел Брайан Китт реализовать свой тренерский потенциал. Сейчас подача. Удар. Перекладина. Перекладина. Узебел нарушение правил со стороны Эшли Орда. Он буквально лег на спину защитнику Саутгемптона. А момент был чрезвычайно опасный. Вот так проходил матч 17 апреля 1999 года. Мы продолжаем рассказывать о матче Саутгемптон-Блэкберн-Роверс, который проходил 17 апреля 1999 года в Саутгемптоне на стадионе Делл. Матч 33 тура. Сезон 98-99 годов. 2-1. Впереди футболисты Блэкберна. Гости. Игра чрезвычайно важная для обеих команд. Так как и Саутгемптон, и Блэкберн находились на тот момент в зоне вылета. Блэкберн шел на 18-м месте. А Саутгемптон на 19-м. Причем это было соседство очень близкое. У Блэкберна было 31 очко. У Саутгемптона 30. Нам сейчас показывают авторов голов. Со стороны Блэкберна, Эшли Уорда и Дарина Пикака. 14-я и 25-я минута. Ну а теперь самое интересное из второго тайма. Саутгемптон, Блэкберн. И в составе Саутгемптона произошла первая замена. Вернее, даже две замены. Вместо защитника Патрика Кулитера вышел хабек Дэвид Фьюз. А вместо нападающего, норвежского нападающего Эстон Стада, другой форвард Джеймс Битти. 16-й номер у Дэвида Хьюза, номер 22. Сразу же Дэйв Джонс бросил двух свежих игроков после антракта. Главный тренер Брайан Китт пока замен не производил. В атаке футболисты Саутгемптона. И мяч уходит за боковую линию. Грэм Барбер, главный арбитер матча. Хорошо нам известный это Джеймс Битти. Вот он на ваших экранах. Сегодня Джеймс Битти выступает в клубе 2-го дивизиона. Шеффилд Юнайтед. Воспитанник, между прочим, Блэкберн Роберс. Да-да, заключил контракт, первый профессиональный контракт Джеймс Битти заключил с Блэкберн Роберс в августе 95-го года. Провел 4 матча, но не закрепился в основном составе и перешел в Саутгемптон. Святые заплатили за трансфер Битти 1 миллион фунтов стерлингов. В атаке Блэкберн. Передача направо. И сейчас будет подача. Это Эшли Уорд, автор первого гола, играет назад. Блэкберн очень уверенно контролирует мяч. Подача. Удар. Гол. 3-1. Великолепный мяч забивает Уилл Кокс. Левый вингер. Блэкберн Роберс Джейсон Уилл Кокс. 47-я минута. Но шикарную передачу делает Эшли Уорд. И здесь Уилл Кокс, никем не атакуемый, посылает мяч в ворота Саутгемптона. И святые, прямо скажем, попадают в очень тяжелую ситуацию. Джейсон Уилл Кокс талантливый футболист. Но, вы знаете, страшный невезучий. Травма накануне Евро 2000 помешала ему сыграть в этом турнире. Он перешел в лиц и сломал в ногу в тренировочной игре в Барселоне в межсезоне. Так что весь сезон 2000-2001 у него пошел наперекосяк. В Англии, в сборной Англии, все-таки успел сыграть три матча. Завершил свою карьеру в Блэкпуле в 2006 году. Но так и не раскрыл свой потенциал Джейсон Уилл Кокс. Сейчас подача справа фланга. И Эшли Уорд с линии вонатарской площади бил поворотом. Саутгемптон переходит к атакующим действиям. А Марсден кидает мяч на правый фланг. Следует подача. И Кашлул бьет наверняка. Казалось бы, бьет наверняка. И промахивает Самараканец из выгоднейшей ситуации. Да, травму получает Джон Филан, австралийский голдикер Блэкберна. Вот подача. Это Джеймс Битти. И бьет Кашлул. А Филан коленом врезается в штамбу. Весьма неприятная ситуация. Но вратарь остается. На своей позиции не уходит. Несмотря на болезненный ушиб. Саутгемптон продолжает атаковать. Продолжает прессовать оборону Блэкберна. Теперь инициатива на стороне хозяев поля. Идут вперед. Футболисты из Саутгемптона. Кашлул скидывает мяч в груди своему партнеру. Прострельная передача. И гол! Гол! Три-два! Три-два! Шестьдесят первая минута. И забивает этот важнейший гол для Саутгемптона. Мегаветеран британского футбола. Марк Хьюз. Хорошо известный Брайну Киду. Главному тренеру Блэкберн Родерс. Марк Хьюз. Долгое время играл за Манчестер Юнайтед. Ну, во-первых, он воспитанник Манчестер Юнайтед. Любовитная деталь. А завершил свою игровую карьеру. Марк Хьюз в Блэкберн Родерс. А затем остался тренировать эту команду. Сегодня Марк Хьюз возглавляет Манчестер Сити. Даррен Пико отбивает мяч. Его атаковал. Причем очень настойчиво атаковал. Крис Марзден. 61-я минута. А Марк Хьюз сократил счет до минимума. И Саутгентон наращивает давление. Марзден. Передача на левой фланг. Брид Панача. Нет. Перевод мяча в центральную зону. Очень эффектно. Играют футболисты Саутгентона. Это Кашлоу. Удар поворотом. Выше опасно. Марк Хьюз пробил Метя. Верхний угол. И Филон был в такое ощущение, что беспомощен. Замена. И в Благберне вышел Кевин Дэвис вместо Галлакера. Кевин Дэвис защитник. Укрепляет оборону. Брайан Титте в виде преимущества Саутгентона. Кашлоу. Подача углового. Олунде к вам пошел на корнер. Удар. И мяч проходит мимо. Еще одна возможность. Марк Хьюз. Великий Марк Хьюз. Забил, между прочим, в сезоне 98-99 годов всего лишь один гол. Но какой важный. Провел он 32. А матча забил один гол. А это Марьян Пахарь. Новое приобретение Саутгентона. Вот в том сезоне 98-99 годов. Латыш пришел в Саутгентон из Рижского сконта. За его трансфер святые заплатили 800 тысяч фунтов. Родился Марьян на Украине. У него отец украинец. Мать Латышка. И в Саутгентоне провел он 7 сезонов. Это вторая игра Марьяна Пахаря за Саутгентон. Первый раз Марьян вышел против Ковентри. 5 апреля. Вышел на замену, как и против Благберна. А заключил контракт с Саутгентоном он в феврале. В феврале 99-го года. В итоге Марьян Пахарь провел 137 матчей за Саутгентон. И забил 43 гола. Загадая вперед скажу, что Марьян Пахарь стал одним из самых любимых игроков Саутгентона. И вот он. Первый гол Марьяна Пахаря в составе Саутгентона. Своего рода исторический гол латышского футболиста. Подача. Дальняя передача Лунды Квама. Битти. И Пахарь. 3-3. 85-я минута. Такой важный гол. Первый гол Марьяна Пахаря за Саутгентон. Сезон 98-99 годов. Пахарь провел всего лишь 6 матчей. Забил 3 мяча. И вот он первый гол. А затем 16 мая уже в последнем туре Пахарь дважды поразит ворота Эвертона. И Саутгентон выиграет со счетом 2-0. И сохранит прописку в премьер-лиге. Так что Марьян Пахарь внес свой громадный вклад в то, что Саутгентон продолжил выступать на высочайшем уровне. Зацепился Саутгентон за 17-е место. За спасительную 18-ю позицию. А вот Блэкберн Родерс. Блэкберн Родерс занял всего лишь 19-е место. Набрав 35 очков, Блэкберн покинул премьер-лигу. Но вот как бывает. Сегодня Блэкберн Родерс вылите. А Саутгентон, увы, опустился в 3-й дивизион по итогам сезона 2008-2009 годов. И сейчас Саутгентон будет выступать в 1-й лиге. Так сегодня называется 3-й дивизион английского футбола. И посмотрите, на волне успеха. Саутгентон идет вперед в матче с Блэкберн Родерс. Да, крайне неудачно сложился сезон для Блэкберна сезон 1998-1999 годов. Удар в урота. Момент! И мяч заметался буквально на ленточке. С выходом Мариана Пахаря и Джеймса Битти. И этот буэт великолепно будет играть в дальнейшем в Саутгентоне. И плюс еще Мэтью Летисье. Кстати, я уже сказал, что Пахарь стал одним из самых любимых игроков Саутгентона. И вместе с Мэтью Летисье это огромная честь для латвийского футболиста. Он стал любимцем Дэла. Смотрите, какой момент сейчас был у ворот Блэкберн Родерс. Подача! Мяч уходит за лицевую линию. Болельщики Саутгентона вот так в сердцах бросили мяч в сторону галхипера Блэкберна и Джона Филлана. А атаковал в ворота Блэкберна Мэтью Летисье, легендарный капитан святых. Джон Филлан ворит нахидул. Последние минуты матча. Три-три. Напомню, что счет открыл Блэкберн ударом Эшли Уорда на 14-й минуте. Крис Марден на 22-й сравнял счет. Но на перерыв ушли, ведя в счете футболисты Блэкберна. Это Дарин Пикок на 25-й минуте точным ударом вывел Блэкберн вперед. Затем на 47-й Уилл Кокс послал третий мяч в ворота. Хозяев поля. И, казалось бы, все кончено для Саутгемптона. Но не тут-то было. Дэйв Джонс проводит серию замен. И сначала на 61-й минуте Марк Филл сокращает разрыв в счете. А Марьян Пахарь в своем втором матче, этот латышский футболист, в своем втором матче за Саутгемптон, приводит этот матч к ничьей. 3-3, 85-й минута. Вот он, Марьян Пахарь, забивший первый гол, свой первый гол за Саутгемптон. Итак, 17 апреля 99-го года, Саутгемптон Блотберг 3-3.